так ну что дорогие друзья всем доброго времени суток это канал гаджет икс и сегодня мы будем делать обзор и не обзор а распаковка на наушники блудио т2 вот они ко мне пришли я уже немножко их распаковал как бы посмотрел коробочку в общем здесь еще такая черная обертка была большая и коробка выглядела очень значит массивно вот и она вот такой вот пупырчаткой прочитай пупырчатой штуки такой значит транспортировочный это очень хорошо это то что я видел ранее на видео и значит сейчас откроем и посмотрим чё там у нас да так достаем нашу коробочку и коробочка у нас вот такого вот формата коричневого цвета картонного и перейдем наверное собственно просмотру поближе на камеру так что так вот у нас собственно сама коробочка вот так вот выглядит надписи на нее такие вот как видите так здесь у нас стоит пломба опан открывать здесь до нот цепь суббокин окей так и здесь у нас есть голограмма говорящий о том что продукт у нас оригинальный тут у нас адрес 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 производителя похоже да так собственно что у нас тут еще на кропочке так здесь у нас указывается размер динамиков 57 миллиметров это у нас они складываются тут эквалайзер есть кабель 35 миллиметров в комплекте есть так здесь у нас говорится о том что они в режиме прослушивания музыки проработать 40 часов также по ним можно разговаривать они проработают 45 часов в режиме разговора и 1625 часов они значится проработают в режиме ожидания и к ним еще можно дополнительно подключать еще одни наушники чтобы слушать музыку вдвоем это очень хорошо так акустическое эхо с прошлом туда-сюда так ничего откроем коробочку и посмотрим что там у нас внутри лежит сорвем пломбу какая липкая раздерем варварски открываем нашу коробочку и видим наши наушники лежат так пыль какая-то на них на них пыль потертости имеется ну на заводе видимо неряхи работают в общем-то и так вот у нас все в пылючке в такой этот самый так посмотрим что там у нас внутри так у нас есть могу с qr-кодом можно просканировать и перейти на сайт производителя на коробочку сторону пока отложим и посмотрим что там у нас еще положили так тут у нас два кабелька один микро юсб для зарядки хорошо и один у нас кабелек 35 миллиметра джек сейчас посмотрим какая у него длина здесь так ну ка сейчас поглядим такой мягкий кабель приятный и какой-то он прям такой знаете как резиновый вот видите как он дергается не так обычно посмотрим что там с длиной у нас а длина у принципе очень даже хорошая здесь сантиметров наверное 100 110 сантиметров примерно туда так и есть очень длинный кабель это очень хорошо мне как раз для компьютера моего подойдет этом монитору подключился расстояние как раз такое нормально так что это хорошо собственно больше у нас здесь ничего нету и вот сами у нас наушники сложенном состоянии так это у нас металл тоже радует вот так вот они открываются правда бяка какая-то клей наверное какой-то надеюсь нишмарки чей-то китайские открыли ход у них довольно плавный мягкий я бы даже сказал приятный ход очень замечательно тут у нас разъем 35 миллиметра как мы видим этой стороне у нас ничего нету надпись буду так это у нас бери тура ты говорящая нам что это у нас модель т2 такие здесь у нас элементы управления тут у нас громкость плюс минус здесь включение выключение кнопки кривые просто капец какой-то английский как будто их туда молотком забивали так и тут у нас так это у нас ага пауза нажимать и переключать треки и ну вот у нас микро избе и микрофон здесь у нас ничего нету собственно так вот они у нас выглядят так очень даже симпатяшно еще наушники принципе амбушюры довольно мягкие хорошие здесь у нас внутри сеточка имеется тут у нас болтиками закручено вот эта штука тоже ходит скажем так приятно никаких таких плохих вещей нету вот сама вот эта штучка не знаю то ли металл то ли пластик на пластик похоже да это пластик вот эта штучка на пластиковая а вот это металлическая явно ощущается потому что тут даже холодильность металл чувствуется это у нас пластик обычный для декора сделан ну как бы нормально пойдет в принципе за такие-то деньги 25 долларов это вообще копейки сейчас попробуем напялим их на голову посмотрим как они на голове смотрятся так так а какой стороной куда так ну ладно мы сейчас разберемся так мы сейчас разберемся как я Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, наушники сели как влитые, вообще прям как на меня сделаны, классно сидят, очень хорошо, и что самое главное, ухо у меня ложится как раз именно в амбушюру, и когда придавливаешь, прям чувствуется вакуум, знаете, когда закрываешь и прям ощущается, как давят на перепонку, это очень хорошо, то есть это говорит нам о том, что музыка будет громкой, басистой и никаких посторонних шумов, это самое главное. Собственно, такие вот у нас наушники сегодня приехали на распаковочку, сейчас еще посмотрим немножко внешний вид, да, правильно? Вот, тут у нас сверху имеется надпись турбин, вот это у нас мягенькое, на голове сидят удобно, не давит, в принципе, но так сразу определить, конечно, невозможно, поэтому придется, надо же их протестировать, вот, потому что при диктельном использовании обычно вот эта штука, она давит, и могут давить еще вот эти вот амбушюры на уши. Вот, у меня есть уже большие накладные наушники, но там у меня сверху нету такой вот мягкой штуки, и в голову очень сильно надавливают, просто капец. Такое ощущение иногда создается, что, блин, они сейчас, блин, голову пополам перекроют, вот, а здесь вроде такого, думаю, быть не должно, потому что мягкость какой-какая есть, и это замечательно. Причем, что интересно, а не, нормально, ну, сверху они тоже такие мягенькие, но здесь как-то побольше, вот, это очень даже замечательно. Так, тут у нас обозначение, это у нас правый, а это левый, значит, вот так вот у нас их одевать надо, сейчас еще посмотрим. Единственное, что у них этот самый, скажем так, с устойчивостью проблем, ну, в смысле с устойчивостью, они плохо сидят на этом самом во время движения, поэтому, когда опускаешь голову, как видите на видео, они могут спадать, так что будьте аккуратны. Если собираетесь покупать такие наушники, то у них наклоняться, конечно же, стоит аккуратненько придерживать их, вот, чтобы они не упали, потому что могут шиндарахнуться. В общем, собственно, у нас такие вот наушники на распаковке были, BluDio T2, у меня версия без microSD карты, да и она мне, в принципе, нафиг не нужна, потому что я буду мушку слушать исключительно либо с телефона, либо с компьютера. В общем, вот такие вот у нас наушники сегодня на распаковке побывали, выглядят замечательно, еще будем тестировать, как там по звуку, там все дела, и потом уже нормальное видео в обзоре сделаю. Вот такие вот делишки. Всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем видео, всем спасибо, пока! Продолжение следует...